всем привет дорогие друзья на дворе 6 утра и мы с айханом отправляемся в 10 дневное путешествие по турции и приглашаем вас с нами сейчас 6 утра и для того чтобы уехать на автобусную станцию алани мы едем на такси потому что в 6 утра нет общественного транспорта спустя буквально пять минут мы приехали на автовокзал алани заплатили 20 лир за такси уехать тут совсем немножко и как вы знаете в алании два автовокзала вот этот вот крупный автовокзал откуда ходят все межгородские автобусы и в центре алании маленький вокзальчик откуда вы можете уехать в разные районы алании первая наша остановка это конья из алании на автобусе мы едем вот наш автобус и смотрите с каким количеством багажа мы едем у айхана всего один рюкзачок и я еду вот такой вот сумка представляете на 10 дней здесь находятся все мои вещи ну и конечно же вот эта сумка где всякие кошельки камеры и так далее ну и конечно же какое утро без вкусного турецкого чая айхан вкусно кофе дали кекс и конечно же воду вода в автобусах друзья всегда бесплатно поэтому если вы не успеете купить всегда сможете взять воду бесплатно в таких стаканчиках и айхан сидит пьет кофе и смотрит фильм я уже успела немножко поспать в общем едем скорее в конью и видите этот автобус у нас два плюс один здесь два места и там одно место старайтесь всегда брать такие автобусы когда куда-то едете вопрос а не самые комфортные между сиденья намного больше и между самими сиденьями тоже очень много места берите всегда пока вы едете в автобусе вы можете смотреть кино можно играть в различные игры можно также смотреть телевизор или слушать музыку но и конечно же выглядывать за окно и смотреть вот такую вот красивую живописную дорогу ездить в турции на автобусах это большое удовольствие потому что все автобусы комфортные чистые во многих автобусах есть вай фай в общем даже если вы приезжаете в отпуск в Аланье и не живете в Турции обязательно обязательно не бойтесь ездить на автобусах автобусная сеть в Турцию очень хорошо развита и из Аланье вы сможете добраться совершенно в любой город ну и конечно же можете воспользоваться и самолетом и железной дорогой что мы и будем делать в этом нашем путешествии и друзья хочу вам рассказать один совет если вы приезжаете в Аланье в отпуск и хотите например съездить в Стамбул то обязательно перед тем как прилететь в Аланье за пару месяцев смотрите билеты из Газипаши в Стамбул компании Pegasus вы сможете улететь по достаточно низким ценам например за 80-90 лир в одну сторону просто всегда покупайте билеты заранее они вам будут решить первая остановка после четырехчасовой поездки в городе Сейди-Шехир а еще этот город Шейди-Шехир известен своими леблебе которые производят на протяжении стемиста лет представляете и еще я узнала что леблебе ну это конечно нут который сохнет 12-15 дней он очень полезен для желудка но здесь также продаются различные сладости и леблебе сушат вот в такой вот вот в такой вот машине и есть разные еще сладкие и леблебе всяких разных видов а еще кони известны тем что еду делают вот в таких вот глиняных горшках и конечно же в таких горшках еда получается особо вкусной мы уже доехали до автовокзала вышли из автобуса и кстати друзья билеты на автобус на поезд вы можете покупать онлайн на сайте в описании к этому видео я оставлю ссылку на ссылки на сайты где вы можете покупать билеты и через полтора часа садимся в скоростной поезд перед тем как идти на поезд мы решили покушать икония знаменита тем что здесь находится музей и культурный центр если вы не были в коне обязательно съездите туда заезжают по пути в каппадокию мы пришли в небольшой ресторан и взяли покушать вот такой вот чечевичный суп вот в этой маленькой кафешке мы ели еду и и сейчас идем осталось полчаса до поезда идем гулять по пустынным улицам конья в центре самого города я кстати никогда не была только на в исторических достопримечательностях поэтому с первого взгляда город достаточно чистый смотрите какие здесь интересные мусорные баки вот таким вот образом открываете сверху и закидываете потом мусорка приезжает и все еще я в коне обнаружила ресторан под названием рыба но это конечно же не рыба но похоже на рыбу но к сожалению классно в отпуске просто ходить и глазеть даже не реклама смотрите что здесь рекламе липтон доктор рекламирует курсы поступления в университет сто процентов все поступают и холодильники и кстати друзья здесь еще есть вот такой вот я не знаю как его назвать вот родник и здесь написано что вы не останетесь жаждущим пожалуйста используйте только для питья вот так вот выглядит и можно набирать бутылочки питьевую воду ну и опять реклама университетов потому что сейчас начинается время поступления вот так вот выглядит центр города кстати в коне проживает более миллиона человек и здесь есть университет поэтому коня молодой город более ста тысяч студентов также проживает в коне и город достаточно чистый вот мы прошлись немножко очень очень нам понравилось в отличии от некоторых других городов где мы были здесь очень чисто и зелено вот такая вот есть мечеть 1911 года и во многих городах Турции теперь в коне мы увидели что везде висят объявления о том чтобы не ели семечки и орехи и скорлупу не бросали на землю вот такого бы таких бы объявлений не мешало и повесить везде в Аланье мы уже идем на поезд и две интересные вещи я заметила в коне очень жарко но жара не ощущается потому что нет влажности как в Аланье еще друзья здесь очень интересные названия магазинов например кафе называют кофе и еда или магазин где продаются всякие кабели зарядки для телефонов и так далее просто называют кабель в общем город нам понравился теперь отправляемся в этом поезде всего 6 вагонов 5 вагонов эконом-класса и 1 вагон бизнес-класса мы едем в бизнес-классе но друзья по цене разница совсем небольшая я вам расскажу чуть позже 2 часа и наш вагон самый первый вот так выглядит вагон бизнес-класса здесь место для чемоданов и в ряду 2 сидения и 1 и вот так вот выглядит так что у нас в поручнях Стол. Буайны учат бизнес-классы. Так же, как и в самолете бизнес-классе. А, нет, не стол. Здесь у вас есть собственный экран с интернетом, да? С дорогой. А еще здесь есть супер-вип-купе. Всего три штуки. Вот такого вот плана на четыре человека. Что здесь есть? Ну, также столик, кресло очень удобные и лампочки. Пока, Айхан! Ну, а эконом-класс выглядит вот таким вот образом. По четыре сидения в ряд. Сейчас покажу вам план нашего путешествия. Отправляемся мы вот отсюда из Конии. Далее едем в Анкару. Далее из Анкары на поезде мы едем в Карс. Из Карса мы едем в Сивас. Из Сиваса мы отправляемся вот в эту сторону, в Диарбакыр. Из Диарбакыра в Мардин. И далее из Диарбакыра обратно в Анкару. То есть у нас получается вот такой вот большой треугольник. Расскажу вам теперь немножко, как можно приобрести билет на поезда, на скоростные поезда и вообще на поезда по Турции. Есть такое приложение, называется Е-билет. Оно есть на английском. Вот на английском у меня установлено. И вы нажимаете на купить билет, смотрите дату, ставите класс вагона, в котором вы хотите поехать. Вагон бизнес-класса из Конии до Анкары стоит 48 лир. Вагон эконом-класса стоит 34 лиры. Вот представьте разницу, да, 48 и 34, ну 10 лир разница. Если вы покупаете билет туда и обратно, как мы купили, то билет в бизнес-классе нам обошелся всего в 37 лир в одну сторону. На классе, чуть позже я вам покажу, также развозят ланч, напитки. Билет, приобретя по интернету или по приложению, просто на входе вы показываете свой паспорт, проверяющий убивает номер вашего паспорта и пропускает. Больше никаких ни распечаток, ничего показывать не нужно. Если говорить о теме скоростных поездов в Турции, то сейчас в ближайшей колонии мест идет из Конии. Построили ветку до Измира и к 2023 и к 2034 году планируют ветку скоростных поездов уже пустить по всей Турции. До Алании, до Манавгата скоростные поезда дойдут в 2023 году. Он будет идти поезд через Конию. Сейчас соединяют два направления из Конии и, насколько я знаю, со стороны Испанта. В общем, из Конии он будет идти в Манавгат и до Манавгата из Алании ехать всего часа. Представляете, будет очень здорово за 4 часа оказаться в Стамбуле. А из Конии до Анкары ехать всего 2 часа. Максимальная скорость, которую развивает этот поезд, 248 км в час. Вот видите, сейчас мы едем со скоростью 248 км. Вот так вот это выглядит со стороны. Но на самом деле кажется, что совсем не быстро. Кажется, что скорость километров может быть 80, не больше. Также здесь раздают вот такие вот ланчбоксы. Я взяла сок, Айхан взял чай. Давайте посмотрим, что же внутри. Каждый раз, когда мы ездим, здесь разные ланчбоксы. Все это входит в стоимость билета. Здесь у вас вода, салфеточка, влажная салфеточка, кекс и вот такой вот сэндвич. Все это входит, конечно же, в стоимость билета. И дают ланчбоксы только в бизнес-классе. Приятного аппетита и к нам. Я думаю, что вас всех интересует, каким же образом выглядят здесь туалеты. Вот посмотрите, туалет выглядит вот таким вот образом, очень просторный. Здесь находится, ну, конечно же, унитаз. Есть вот такие вот одноразовые гигиеничные сиденья. Ну, и, конечно же, есть мыло, вода автоматически, есть зарядка 230 ватт, ну, и мусор. В общем, ну, и, конечно же, туалетная бумага закончилась. Сейчас ее повесят заново. И для того, чтобы смыть туалет, нужно нажать вот эту вот кнопку. В общем, друзья, туалет очень... Вот видите, я стою. Туалет очень большой. В общем, здесь можно и развернуться, и переодеться, и помыться, умыться, и, не знаю, побриться и так далее. Добрый таким вот образом выглядит вагон эконом-класса. Но здесь тоже очень комфортно и свободно. И здесь еще есть вагон-ресторан. Сейчас я вам его покажу. Откуда нам приносят всякие вкусняшки. Здесь можно взять еще и всякие разные напитки и купить, вот, например, супы и другие напитки. Ну, а выглядит сам вагон-ресторан вот таким вот образом. Тоже здесь очень много места. Комфортно, чисто. Чисто и красиво. Попадаем еще один вагон эконом-класса. Скорость у нас 250 км в час. Правильное правило пользования поезда. Вот такая вот у нас панорама. И, проходя мимо еще одного вагона эконом-класса, мы попадаем в наш вагон рейтсминск-класса. То есть супер. В следующий раз я хочу взять билеты вот в эти вот отдельные купе. Посмотрим, сколько, мне интересно, сколько они будут стоить. Ну, а сейчас осталось совсем немножко, и мы уже в Анкаре. Между Анкарой и Коней всего две станции. Сейчас мы подъезжаем к первой станции Паулатлы. В общем, пейзаж за окном достаточно скучный. И уже через 45 минут мы будем в Анкаре. Ну, и вот так вот выглядит станция Паулатлы. Где-то в поле, среди ничего. И, друзья, мы уже подъезжаем, точнее, мы не подъезжаем, мы уже в Анкаре. Вот так вот выглядит станция. К сожалению, на вокзале снимать запрещено, поэтому показываю, как это выглядит из окна поезда. И мы уже с Айханом приехали. Знаете, что самое интересное, что два часа в поезде прошло просто незаметно, но пять часов по автобусу прошли, ну, не очень комфортно. В общем, мы с вами прощаемся. Все важные ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал. И следующее видео будет еще интереснее. Всем всего хорошего. Пока вам.